Приветствую вас. Как я понял, основная проблема, которая лежит в основе всего, это проблема взаимоотношения в семье. Вы не задаете никакого вопроса, если я правильно понял. Просто вставите нас в известность относительно того, что с вами происходит, да, то есть, значит, вот, вы пишете, что она спасла вас, подруга, значит, теперь все вернулось еще, только с припадками, как вы говорите. Вот, за запроса вы не задаете никакого. А здесь, собственно, возникает и первый момент. Момент такой, какой у вас запрос к психологу, то есть, чего вы ждете от психолога, собственно говоря. Потому что не очень понятно, с какой целью вы обратились именно к нам. То есть, да, есть определенная проблема, да, есть определенная проблема, проблема взаимоотношений в семье, на фоне которой у вас явно образовалось все то, что есть сейчас. Проблема, 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 действительно, имеет место быть. Но у вас нет запроса, типа, 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 помогите мне, например, решить мою проблему в семье. У вас нет запроса, помогите мне, например, перестать зависеть от своей семьи. У вас нет запроса, помогите мне определить причины своей, например, депрессии, ну или депрессивного состояния. Допустим, если это, соответственно, тоже и есть. Вот. А вот ничего из этого, ничего из этого вы не запросили. И у меня вопрос. Опять же. Так, а хочется да вам всего? Вот. Вот вы говорите, что я, значит, плачу. Вы говорите, что вам тяжело, что у вас, ну, случаются припадки. Вот. А я понимаю. Я понимаю, действительно. Но у этого всего есть свои причины. Понимаете? И если мы хотим вам помочь, то разбираться нужно с причиной, а не с наследствием. В данном случае, вы предлагаете нам работать именно, скорее, со следствием, чем с причинами. И это не есть хорошо. Вы говорите, например, что я нахожусь в неприятной обстановке. Давайте подумаем, чем для вас неприятна эта обстановка, в которой вы находите, например. Чем для вас она тягостна, дискомфортна и так далее. Вы говорите, что у вас была депрессия. Откуда депрессия взялась? Грубо говоря, откуда вы узнали, что у вас депрессия? Откуда вы знаете, что у вас депрессия? Откуда вы знаете, что у вас именно она, а не может быть что-то другое, например? Если вы говорите, что вы никогда не проходили лечение у психолога, если вы говорите, что никогда не были на приеме даже у психолога, то откуда вы знаете, что у вас депрессия? Понимаете? На мой взгляд, это очень важно, чтобы вы сами для себя проанализировали, или, может быть, лучше сказать, будет обновили, чтобы вы обновили источники, на которые вы опираетесь при формировании своей позиции. По данному вопросу. Далее вы говорите, значит, что подруга появилась, которая вас спасла. Опять же, я могу представить себе, что подруга, ну, действительно вас спасла. Но если она вас спасла, то почему она не спасла вас теперь, где она сейчас, эта подруга? Не очень понятно, понятно, к сожалению. Поэтому, исходя из того, что вы написали, я предполагаю, что, ну, ситуация, мягко говоря, не совсем однозначно. Однозначно. Вот. Далее у вас наблюдается, ну, на мой взгляд, наличие аутоагрессии. Аутоагрессия – это состояние, когда хочется причинить себе, именно себе боль, и в этом состоянии, судя по всему, вы находитесь. Вот сейчас, на данный момент. Состояние аутоагрессии возникает тогда, когда человек, как правило, имеет большую степень негатива, вот. Но сделать он ничего не может с этим. Вот. То есть негатив есть, а вот сделать что-либо, человек возможности не имеет. Вот. И из-за этого возникает переизбыток деструктивной энергии, которая не находит своего выражения. Вообще. И, соответственно, соответственно, только в том, чтобы найти источник, найти источник этой энергии негативной, и постараться его нейтрализовать. Хотя бы, например, для вас. Чтобы, ну, вы хотя бы от этого, чтобы не страдали. Вот. По поводу всего остального, да, того, что вы сходите с ума и того, что у вас депрессия, припадки, все это, к сожалению, нужно разбирать с врачом. Психолог не врач, и, соответственно, то, что вы говорите, то, что вы высказываете, то, что вы сейчас пытаетесь донести. Это очень может быть просто ваши какие-то мысли, ваши интерпретации, а в действительности все может быть совсем по-другому. Вот. И чтобы ситуация не была такой, я бы хотел, чтобы вы для себя постарались понять и определить. А в каком контексте вы употребляете вот эту вот, значит, ну... Своё выражение, что вы не едите таблетки и у психолога вы никогда не были. То есть вы хотите поработать с психологом, вы хотите готовы, точнее, принимать какие-то лекарственные средства, если потребуются для того, чтобы, ну, помочь себе, эм... Как-то. Или нет. Или нет. Потому что, если вы, например, не готовы, если вы не готовы принимать какие-то препараты и лекарственные средства, если вы не готовы что-то делать для, например, самой себя, то мы боимся вам здесь помочь не можем никак, потому что, опять же, нам нужно ваше желание, нам нужно, чтобы вы хотели себе помочь. Нам нужно, чтобы вы желали этого. Понимаете? Ну... Ну и, конечно, если говорить про психолога, да, у которого вы не были никогда, то это тоже, на мой взгляд, такой очень важный момент, потому что, ну, тут необходимо выделить, как вы относитесь к психологам, почему вы не были у них и так далее. Что вы можете сделать сейчас? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, сейчас вы можете сделать следующее. Вы можете вспомнить, например, о том, что делала ваша подруга, чтобы вас спасти. И пытаться это воспринимать, ну, хотя бы сейчас, на данный момент, чтобы оказать себе какую-то помощь. Хоть какую-то помощь. Да? Вот. Чтобы вы могли хотя бы облегчить себе немного своё состояние. И вот уже, когда вы это сделаете, если вы это сделаете, то я думаю, что можно будет с вами поработать. Поскольку речь идёт о семье вашей, то, соответственно, первое, что нужно сделать, это перестать винить свою семью. То есть, да, семья для вас создаёт такие условия, в которых вы испытываете подобные негативные переживания. Это правда. Но семья не несёт ответственности за вашу реакцию на это. Семья не несёт ответственности за то, как вы воспринимаете это. Семья не несёт ответственности за то, что вы чувствуете. То есть, что что вы чувствуете за то, что вы чувствуете, ответственно только вы. Хочется вам этого или нет? И, соответственно, как только и если вы возьмёте ответственность, причём полную ответственность за свои чувства, вы сможете сразу же их поменять. Потому что не будет ничего такого, что заставит вас думать по-другому. То есть, свои чувства не несёт ответственность только вы. И всё. И когда вы почувствуете, да, почувствуете это, когда вы ощутите это, что только вы несёте ответственность за вас. За себя. Вы, с одной стороны, перестанете выхвинить людей. В частности, твою семью. И испытывать агрессию. С другой стороны, вы поймёте, что кроме вас, ситуацию больше никто не способен разрешить. То есть, кроме вас, её больше некому разрешать. И либо вы разрешаете её сами, через психолога, через таблетки. Либо так и живёт, потому что родители, именно родители, они не будут меняться, не могут меняться. И, может быть, и рады были поменяться, но они не могут. Понимаете? Какая история. Поэтому, эм, ожидать изменения от родителей наивно и бесперспективно. Подумайте, что вы хотите изменить в себе. И это уже будет гораздо более продуктивно, чем то, что вы делаете, например, сейчас. Это будет куда более продуктивно и куда более полезно для вас, чем вот то, что вы пытаетесь делать сейчас. То есть, перестать искать, грубо говоря, виноватых, да? Перестать искать виновных за свои переживания, за свои негативные эмоции и так далее. Вот. А вам, вам помогла подруга, ну вот, в этой ситуации, вот, в которой вы оказались. Да, вам помогла подруга. Она молодец. Она молодец, что вам помогла. Но, как видите, сейчас ее нет. И вам нужно делать что-то самой. Понимаете? Вот. И, соответственно, если вы решаете что-то делать сами, то постарайтесь подумать, что вы готовы сделать. Что вы готовы сделать для того, чтобы эта ситуация изменилась. И вот, если вы определите это, если вы выявите эти моменты, то вам, я полагаю, полагаю, само же будет легче. Ну, именно, вот, в жизни. Итак, важный момент, да? А, нужно, нужно надеяться только на себя. И ни на кого больше. Ну и прислушиваться нужно только к себе. И никому больше, в данном случае. Поэтому, забудьте о простройке личных границ и личного пространства. Если у вас есть эти проблемы, то я могу помочь. Ну и я уверен, что коллеги тоже. Любой из коллег, я уверен, вам поможет. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok